Мир вам, дорогие братья и сёстры! Сегодня у нас такая тема о Духе Святом. И я, так, может быть, сказал опрометчиво, говорю, как второй день Троицы. Но, тем не менее, мы говорим о Духе Святом. Когда я готовил эту тему, знаете, подготовил, написал конспект, как положено школьнику, посмотрел, и на меня напал страх. Это такая тема. Это Дух Святой. Это то, о чём мы говорим, чем мы живём, чем движемся и чем, простите, пренебрегаем. Это очень ответственно, братья и сёстры. Я услышал такую фразу, один брат говорит, что когда мы говорим о Духе Святом, мы подходим к океану с ведром, желая перечерпать его куда-то, перелить. Невозможно. Во-первых, нельзя объём большой, во-вторых, некуда переливать. Дух Святой везде. Дух Святой, Он при творении был, мы уже слышали в стихотворении, брат говорил об этом. И Он сегодня – это тот же Дух. Тема, которую я хотел затронуть сегодня, это три таких слова – крещён, запечатлён, исполнен. Всё это говорится о Духе Святом. Первый текст, который я хочу предложить всем нам – это Евангелие Матфея, 3 глава, 11 стих. Говорит Иоанн Креститель при водах Иордана. «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнём». Впервые мы встречаемся вот с такой фразой, терминологией – «крестить Духом Святым». Когда Иоанн крестил всех приходящих к нему, конечно, не всех, он поставил запятую и сказал, «Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния. И не думайте, говорит, что отец у нас Авраам». Вот это самое главное, на что обратил внимание Иоанн при крещении водном. Сотворить достойный плод покаяния. То есть, дальше он говорит о том, что будет погружение нечто другое. Когда погружались те приходящие к нему в вода Иордана и выходили как бы в обновлённой такой форме, в обновлённом духе своём и так далее, как и мы с вами. Когда мы приняли святое водное крещение, любви предела не было. Мы готовы были обнять всех и каждого, простить всех и каждого. Так или нет? Я думаю, так. Я думаю, так. Но проходит некоторое время, и мы что-то по-другому меняем. И знаете, обмен этот может очень дорогого стоить. В плохом смысле слова. Посмотрите, если мы крещены Духом Святым, и первое, если при крещении водном должно быть следующее – запечатлён, то есть нас Дух Святой запечатлил. Об этом мы читаем в послании к Ефесянам. 4 глава, 30 стих. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». То есть вот этот день искупления, когда мы вступили в воду, когда мы дали обещание Богу, Дух Святой нас запечатлил, что мы – дети Божии. Может, это произойти немножко по-другому. Раньше, когда мы обратились к Богу с покаянием в молитве, когда мы просили у Бога прощения, не три слова «Господи, прости», а может быть и три слова, но они исходили с глубины сердца, исходили так, что наша вся внутренность поколебалась, мы стали другими людьми, мы не хотим больше делать греха. И вот теперь и апостол Павел говорит, «Вы запечатлены в день искупления». В день, в тот, который Господь искупил нас, вы запечатлены Духом Святым. И поэтому он делает первое предупреждение – «Не оскорбляйте Святого Духа». Можно по-другому еще слышать и понимать, но посмотрите, 5 глава «Деяния апостолов», и мы там находим, что Ананья с Сапфирой приходит, и что-то у них не так пошло. Вот при Петре. Да нет, не при Петре, а намного раньше. Они задумали по-другому подойти к той личности, к той глубине, и что-то сделать по-другому. И апостол Петр говорит, «Для чего вы допустили сатане солгать Духу Святому?» «Для чего?» Духу Святому солгать невозможно. Можно солгать друг к другу, кому угодно. Себя можно обмануть. Но мы себя не обманем. Я буду говорить, что у меня в кармане что-то лежит, большое, прекрасное или дорогое. Вы можете поверить, но я точно знаю, что этого у меня нет. Точно так в сердце нашем. Дух Святой, и мы можем сказать с уверенностью, «Да, Дух Святой во мне», но его нет там. Потому что мы согрешили перед Духом Святым. Мы дали обещание Богу доброй совести, мы погрузились в Дух Святой, а теперь мы хотим, ну так, простите сказать, выдурнуть и посмотреть, а что творится вокруг, что происходит вокруг нас. Мы хотим по-другому посмотреть на все, что делается вокруг нас. И мы говорим, «Да, вот там не так написано, там вот так». И знаете, то слово, которое брат прочитал, что Иисус Христос говорит, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Вы знаете другую интерпретацию этого слова? Да, вы приняли силу, но не сам Дух Святой. Вот в чем проблема, которая сегодня нам предлагается. Останавливаюсь я на машине, мне подают маленький буклетик, подают портретик, как бы, Иисуса Христа. И я спрашиваю, «А что там написано?» Ну, уже не их, потому что я слабо разбираюсь в этом. И говорят, что «Да, там написано о Христе, но там написано, что сила, больше ничего Духа Святого». Друзья дорогие, Ветхий Завет полон вот такими примерами, когда мы читаем о Духе Божьем, Духе Господнем, о Новый Завет, о Духе Святом. Это один и тот же Дух. И сразу хочу погрузить нас в книгочисел. Там есть еще один такой момент, где говорится о Духе Святом. Одиннадцатая глава, двадцать пятый стих. Возьмем с двадцать четвертого. «Моисей вышел и сказал народу слова Господни и собрал семьдесят мужей и старейшин народа и поставил их около скиний. И сошел Господь в облаке и говорил с ним и взял от Духа, который на нем, и дал семидесяти мужам старейшинам. И когда почил на них Дух, они стали пророчествовать, но потом перестали». Господь Сам руководит Духом Святым. И Он сошел, чтобы вот этим семидесяти старейшинам тоже дать Дух Святой. Когда Иисус Христос говорит об этом же самом Духе, и Он говорит об успокоении, мы читаем это в 14 главе Евангелия Иоанна. И Он говорит так, 16 глава. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Мы нуждаемся в утешении постоянно. Иногда мы не умеем утешать. Иногда вместо утешения приходится что-то другое. И Иов, когда пришли его утешать друзья, что он им сказал? «Жалкие утешители». Мы иногда такими бываем. Но Он говорит, я пошлю вам другого утешителя. Мы нуждаемся в утешении постоянно. Каждый день, когда дети наши, они что-то сделали плохое, и мама их наказывает, и к кому они идут? Опять к маме идут, плачут ей, и ждут утешения. Знаете, очень сильно, когда дети растут без Отца. Они ждут, они смотрят на тех, у кого есть Папа, на тех, кто получает поддержку, и многое, что от Отца получает. А те, которые не имели Отца, они жаждали всегда и смотрели с восторгом на тех, у кого Отец. Братья и сестры, на нас мир смотрит с восторгом. Они знают, что у нас есть что-то такое, чего нет у них. Что у нас есть? У нас есть дух, утешитель. Есть, братья и сестры? Есть. И мы постоянно прибегаем к нему. Может быть, мы не столько вот так открыты в этом, но когда мы остаемся один на один, кто нам поможет? Кто нас утешит? Дух Святой. Мы находим еще другие места Писания Ветхого Завета. И один из вопросов стоит так. Где находится Дух Святой? Где Он? Помните то событие, когда... Я прочитаю, чтобы точнее было. Это четвертая книга царств. Вторая глава. С девятого стиха. Когда они перешли, Илья сказал Елисею, «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». И сказал Елисей, «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И Он сказал, «Трудного ты просишь». Дух, который в тебе. Братья и сестры, Дух Святой в нас. Он живет в нас. И это самое трудное, что мы должны жить постоянно с Духом Святым. Не оскорблять, не огорчать, не грешить против Духа Святого, не хулить Его, потому что Иисус Христос сказал, что все может проститься, но хула на Духа Святого никогда не простится. Дух Святой – это нежность. Это самое нежное, что может только быть. Как и наша душа. Она тоже нежная. Она тоже такая приемлемая, когда кто-то может сказать хорошее слово, душа радуется. Когда сказали плохое слово, душа унывает. Друзья дорогие, пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы поняли, что, как сказал Иоанн Креститель, что мы запечатлены Духом Святым, мы крещены, мы погружены в Него, и Он действует в нас. Я продолжу еще чтение Евангелия Иоанна, где он говорит такие слова в 14 главе 17 стих. «Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». И 26 стих. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему, напомнит вам все, что Я говорил вам». Дух Святой – это личность. Это личность, которая чувствует, которая говорит, мы только что прочитали, Он напомнит, Он будет говорить нам, Он общается с нами, Он действует в нас, Он делает все как личность, но в то же время это одно лицо Бога. И Иисус Христос в беседе с Самарянкой в 4 главе говорит такие слова Евангелиана. «Бог есть Дух», 24 стих, «и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Бог есть Дух. В другом месте Писания написано, «Дух дышит, где хочет, голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит, это Дух». Поэтому на других языках Дух – это ветер, это воздух и так далее. Но это Дух, и Он действует. И здесь написано, что Сам Бог есть Дух. И поклоняться Ему мы должны тоже в Духе и истине. Не так, что сегодня одно сказал, завтра другое сказал. «Благослови нас, Господь, чтобы мы всегда могли поступать по Слову Божьему в Духе Святом». Еще что. Иисус Христос говорит, «От слов Своих оправдаешься, и от слов Своих осудишься». Вот это самое главное в жизни нашей, чтобы мы могли оправдаться в наших словах. И если мы при крещении, когда погружались в воду, и выходили и говорили, «Да, я хочу служить Богу, я служу Богу, я верю в Господа Иисуса Христа, как Он родился, как Он жил на этой земле, как Он страдал и умер за грехи наши, как Он воскрес и вознесся, мы так должны поступать и жить всегда». Мы погрузились в Дух Святой, мы погрузились в Его силу, мы погрузились в Его присутствие, и теперь Он с нами всегда. В военных действиях очень часто говорили командиры, своим солдатам, что вы приняли боевое крещение. Для христиан боевое крещение каждодневное, потому что сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И есть ли возможно избранных? Вот куда его направлена задача, направлены силы, чтобы поглотить избранных. Братья и сестры, мы радуемся, что мы избраны, мы радуемся того, что наши имена записаны на небесах, так говорит Иисус Христос. Не радуйтесь тому, что духи этих зла подчиняются вам, а радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. И вот эта запись, чтобы не было стерта. Однажды Моисей что сказал? Когда так народ грешил, он говорит, «Господи, не изгладь этот народ с лица земли, лучше мое имя изгладь из книги Твоей». Да, может быть, это опрометчиво сказано, или из большой любви к своему народу, но имена записаны там на небесах. Братья и сестры, мне хотелось продолжить, чтобы мы как-то и поособену увидели самих себя. Чтобы не только этот один день крещения был перед глазами нашими, но вся жизнь, как погружение в Дух Святой. Вся жизнь, как отданное на служение Богу. Чтобы не было у нас то да, то нет, то нет, то да. Да, говорим Богу, нет греху. А бывает наоборот. Мы говорим греху, да. А Богу тогда что остается? Это страшно подумать. Да не будет с нами этого. Друзья дорогие, как бы вот об этом всем рассуждать? Теперь мы понимаем, что мы крещены, погрузились в Дух Святой, мы запечатлены в день искупления, и мы исполнены Духом Святого. Когда мы делаем что-то особенное дело, может быть, это дело не так большое, не так важное, и никто, может быть, не замечает. Никто не замечает. Да, я заметил, что одного брата нет с нами в хору, но когда вышла группа, я вижу, вышел и брат. Я не видел, я не знал. И многое другое, мы не знаем, чем занимается тот или другой христианин. Это открыто Богу. И это важно, когда мы это дело делаем во имя Господа. Когда мы исполнены Духом Святым, и мы готовы делать любое дело ради Спасителя и Господа, ради брата и сестры во имя Господа. Друзья дорогие, пусть Господь сегодня нас научит, наставит, и даст нам много еще силы Духа Святого. Немножко еще хочется, как бы, к заключению прийти и сказать такие слова. Апостол Павел в послании к римлянам, 8 глава, 14 стих, говорит так. Ибо все, вводимые Духом Божиим, суть Сыны Божии, потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем Авва Отче. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, вводимые Духом Божиим суть Сыны Божии. Мы, дети Божии, Дух свидетельствует нам». Вот это, как бы, кольцо такое. Дух Святой говорит нам, что мы дети Божии, и Дух Святой запечатлил нас, и Дух Святой говорит, что мы дети Божии. Вот в этом кольце любви мы находимся сегодня, в этом круге любви, потому что Иисус Христос для того и послал Духа Святого, чтобы мы не отходили от истины, чтобы мы жили по слову Господа. Благослови нас, Господь! И в заключение я хочу еще привести такие примеры. Вопросы. Без утешителя мы не можем жить. Это понятно. Второе. Без действия силы Духа Святого мы не можем верить и жить богоугодной жизнью. Без действия силы Духа Божьего. И третье. Без Духа Святого мы не можем служить Господу и войти на небеса. Это невозможно. Наших усилий, нашей силы, наших каких-то еще действий недостаточно и невозможно. Благослови нас, Господь! Жить по слову Его! Опираться на это слово! И достигнуть вечности, вводимые Духом Святым! Аминь! Аминь! Аминь!